В сегодняшнем выпуске Место встречи Иерусалим. Иран впервые признал, что может создать ядерную бомбу. Израиль осудил Международный уголовный суд за решение расследовать так называемое военное преступление еврейского государства. Сможет ли новый израильский препарат решить проблему пандемии COVID-19? Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске Место встречи Иерусалима. Приветствую в сегодняшнем выпуске Место встречи Иерусалим. Я Крис Митчелл. Высокопоставленный иранский чиновник впервые публично заявил, что Иран может заняться созданием ядерной бомбы. Это беспрецедентное заявление усугубило растущую ядерную конфронтацию между Израилем, Ираном и США. Министр госбезопасности Ирана выступил с предупреждением и заявил, что ядерная программа Ирана носит мирный характер и что верховный лидер Ирана Хамени издал в фетву, запрещающую ядерное оружие. Однако после добавил, что в случае давления Иран может изменить курс. Если кошку загнать в угол, возможно она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то это будет вина не Ирана, а те, кто его вынуждает. В обычных условиях у Ирана подобных программ и планов нет. Однако условия сегодня далеко не обычные. Угроза Алави последовала после того, как Иран объявил, что находится в одном шаге от получения урана оружейного качества и исследует металлический уран, ключевой компонент ядерной бомбы. Как вы видите, Иран не прекращает обогащать уран. Они никогда не хотели этого, они не делают этого сегодня и не перестанут делать впредь. Процесс обогащения не останавливается в то время, как Аятала Хамени и президент Байден противостоят друг другу. Хамени говорит, что новой сделки не будет, пока США не отменят санкции. А Байден заявляет, что санкции не снимут, пока Иран не вернется за стол переговоров. Отменят ли США санкции первыми, чтобы вернуть Иран за стол переговоров? Нет. Сначала они должны прекратить обогащение урана. Силы обороны Израиля обнародовали расчеты, которые говорят, что до создания ядерной бомбы Ирану осталось два года. Госсекретарь Энтони Блинкен недавно сказал, что счет может идти на недели, но есть мнение, что вопрос только в политическом решении лидеров Ирана. Технически и теоретически вопрос не в сроках, так что это не проблема времени, недели, месяцы или два года. Значение имеет только политическая ситуация, которую вы хотите создать. Между тем, надштаба Сил обороны Израиля заявил, что израильские военные готовят оперативные планы на случай, если Израилю потребуется атаковать ядерные объекты Ирана. Позже в нашей программе мы расскажем больше о растущей угрозе Ирана с экспертом по Ближнему Востоку Киролайн Глик. Израиль осудил решение Международного уголовного суда о том, что он обладает юрисдикцией расследовать так называемые военные преступления еврейского государства. Израиль требует, чтобы прокурор Мус прекратил любые попытки расследований. Однако серьезность намерений Международного суда может поставить Израиль перед необходимостью защищаться. Воздействие этого решения может быть довольно масштабным, поскольку оно касается израильтян, причастных к событиям, начиная с войны Израиля против Хамас в 2014 году и заканчивая массовыми демонстрациями палестинцев вдоль границы между Газой и Израилем в 2018. Это означает израильских политиков, руководителей, чиновников и, прежде всего, израильских военных, по сути, за любые действия, которые, как утверждается, являются преступными и были совершены, начиная с июля 2014 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жестко осудил это решение. Когда Международный уголовный суд расследует несуществующие военные преступления Израиля, это чистый антисемитизм. Суд, созданный для предотвращения таких злодеяний, как нацистский холокост, против еврейского народа, в настоящее время выбрал целью еврейское государство. Во-первых, он скандально объявляет военным преступлением тот факт, что евреи живут на своей родине. Во-вторых, он утверждает, что когда демократический Израиль защищается от террористов, которые убивают наших детей и бомбят наши города, мы совершаем еще одно военное преступление. Израиль заявляет, что в течение многих лет Хамас беспорядочно обстреливал гражданские районы, в то время как Израиль наносил ответные удары только по военным целям. Расследования МУС касаются также и Хамас, но эта организация решения суда одобряет. Хамас считает это важным шагом на пути к справедливости для нашего палестинского народа и привлечению к ответственности израильских военных преступников. Остались самые важные шаги принять практические меры для привлечения к ответственности израильских военных преступников и наказать их за преступления и все, что они сделали против нашего мирного населения. Кроме того, еврейские поселения в библейском сердце Израиля, известном как Западный берег, окажутся вне закона, если МУС признает эту территорию оккупированной. Это может поставить под угрозу израильских лидеров и, возможно, гражданских лиц, путешествующих в страны, ратифицировавшие римский статут. Поскольку, согласно договору, объединяющему его участников, они будут обязаны экстрадировать подозреваемых МУС в Гаагу для допроса, ареста, суда или еще чего-то. Решение, принятое двумя голосами против одного, еще не последний шаг. Теперь дело будет передано главному прокурору МУС для принятия окончательного решения о том, будут ли предъявлены обвинения в военных преступлениях. В Израиле препарат, который показал отличные результаты на первом этапе испытаний, может стать решением проблемы пандемии COVID-19. Как сообщает корреспондент CBN на Ближнем Востоке Джули Стал, исследователям не терпится продолжить клинические испытания. Соню Коэн можно назвать живым воплощением чуда. Я хочу сказать вам спасибо за все. Вы спасли мне жизнь. Сейчас я чувствую себя лучше. Поступив в больницу с диагнозом COVID-19, она не могла дышать. Ее поместили в реанимацию и обеспечили кислородом. Профессор Надир Арбер спросил у нее, согласна ли она участвовать в клинических испытаниях нового лекарства. Соня сказала да. С первой дозой пробного препарата я, можно сказать, почувствовала себя намного лучше. Через два дня я постепенно отказалась от кислорода и смогла дышать. Врачи больницы Ихилов считают, что они, возможно, нашли лекарство от вируса COVID-19. Они говорят, что всего пять доз из такой маленькой бутылочки могут положить конец всемирной пандемии. Вот это лекарство. Оно очень простое. Мы даем его пациентам с тяжелым заболеванием, прежде чем их состояние станет критическим, вплоть до аппарата ИВЛ и даже до летального исхода. Профессор Арбер является руководителем исследований по разработке препарата против коронавируса EXO-CD24. Лекарство, созданное на основе клеточной линии, полученной от эмбриона несколько десятилетий назад. Мы лечим не корону, а критическое состояние, которое заболевание вызывает. Происходит чрезмерная реакция иммунной системы. Иммунная система яростно сопротивляется, и это происходит в основном в легких. Выделяется много цитокинов и химокинов, которые обычно борются с инфекциями, но здесь они разрушают легочную ткань. В этот момент они вмешиваются в процесс и вводят лекарство, которое, по словам Арбера, прерывает этот цитокиновый шторм. Мы вводим его путем ингаляции. Это очень просто, занимает 2-3 минуты в день на протяжении 5 дней. Мы набрали 30 пациентов и проверили безопасность препарата. Он оказался совершенно безопасным. Никаких побочных эффектов. Все 30 пациентов, принимавших участие в первом этапе исследования, выздоровели. Большинство из них через 3-5 дней вернулись домой. И хотя Арбер считает вакцинацию полезной, он говорит, что этот препарат может помочь намного больше, если оставшиеся две фазы ответственных испытаний на людях будут успешными. Самым большим преимуществом моего препарата, если он, конечно, окажется эффективным, является то, что я могу производить его быстро, много и дешево. В течение нескольких месяцев я могу удовлетворить потребности всего мира. Недавно Арбер проинформировал о ходе испытаний премьер-министра Беньямина Нитаньяху. Позже, на пресс-конференции с премьер-министром Греции, который прибыл с визитом, Нитаньяху похвалил результаты исследований и сообщил, что греческие больницы присоединятся к клиническим испытаниям. Если вы инфицированы коронавирусом, серьезно больны, и у вас проблемы с легкими, ингаляция с этим препаратом постепенно возвращает вам хорошее самочувствие. Арбер говорит, что в исследовании хотят участвовать многие страны, и он считает, что это только начало. Это может стать основой лечения многих других болезней, которые сопровождаются чрезмерной реакцией, например, аутоиммунные заболевания, как в легких, так и во всем организме. Джули Стал, новости Сибиэн, больница Ихилов, Тель-Авив. Далее в программе. Пугающая тенденция преследования сторонников Трампа напоминает времена коммунизма. Французский президент Эммануэль Макрон высказался против недавней блокировки социальными сетями Facebook и Twitter президента Трампа, которые тот использовал для острых высказываний в его сторону в период своего президентства. «Сегодня американцы, сторонники Трампа, гонимы и преследуемы». Такое отношение напоминает маккартизм 50-х годов и вызывает тревогу и опасения. Дэл Хёрд с репортажем об этом. Перед вами адвокат службы общественного вещания, который утверждал, что дети сторонников Трампа должны быть разделены с родителями и помещены в лагеря для перевоспитания. После этого он был уволен, но в эфирах до сих пор звучат призывы перевоспитать сторонников Трампа. Миллионам американцев, почти всем белым, почти всем республиканцам нужно хорошенько прочистить мозги. Вопрос в том, как мы собираемся прочищать мозги этим людям, голосовавшим за Трампа в культ. Сторонников Трампа называют душевнобольными. Их личные данные появляются в свободном доступе, появляются черные списки, с ними перестают считаться. Это навеивает воспоминания тем, кто пережил коммунистический режим. Тех, кто пережил власть коммунистической диктатуры, происходящая в Америке, может сильно обеспокоить. Пастор из Китая Боб Фу был лидером студенческого движения во время демонстрации на площади Тянаньмэнь в 1989 году. Он также был почетным гостем на митинге в поддержку Трампа на национальной аллее. Он называет призывы к перевоспитанию и прочистке мозгов сторонникам Трампа методами, взятыми на вооружение у коммунистической партии Китая. «Именно так. Та же самая тактика. Они требуют строгого подчинения. Ну а если ты не вписываешься, то тогда тебя наказывают». Семья Элизабет Рульяне вынуждена была бежать из Венесуэлы, когда к власти пришел Уго Чавес. В своем видео в прошлом году она предупреждала американцев о подобии демонстраций антифашистов и Black Lives Matter в Америке с событием, которые происходили в Венесуэле. «Я уже прошла через все это, когда была в Венесуэле». Она говорит, что вешать ярлыки террористов на сторонников Трампа очень похоже на тактику Уго Чавеса, который шельмовал своих политических противников. «Называть своих оппонентов или республиканцев фашистами и террористами? Мне это знакомо. Я это уже видела. Уго Чавес называл нас фашистами и террористами когда-то». По мнению Рульяне, то, что все консервативные партии перешли в более безопасные мессенджеры, такие как Телеграм, было недобрым знаком для Америки. Потому что то же самое произошло в Венесуэле. Демократическую оппозицию лишили голоса и потом последовали аресты оппозиционных лидеров. «Мы перешли в Телеграм намного раньше. Я пользуюсь им уже много лет. Я с интересом наблюдаю, насколько быстро это происходит здесь». Дед Джейсона Паблеты был вынужден бежать с Кубы, когда к власти пришел Фидель Кастро. Паблета, юрист, ранее работавший в Конгрессе, сейчас возглавляет Всемирный Альянс Свободы. Он полагает, что события, происходившие на Кубе, теперь повторяются в США. Дэйл, это грустно видеть. Я никогда не ожидал, что такое случится в Соединенных Штатах. На Кубе социалисты заранее проделали подготовительную работу. И когда появился Фидель Кастро, все уже было готово для свержения правительства. Немецкая евангелист и писатель Хейди Мунд росла в коммунистической Восточной Германии, которая носила название Германская Демократическая Республика. И ей есть что сказать американским демократам. «Ваши демократы мне напоминают Германскую Демократическую Республику. Так назвалась прокоммунистическая Восточная Германия. Они тоже называли себя демократами, но на самом деле были социалистами и коммунистами». Когда Хейди, будучи совсем молодой, начала высказываться против правительства Восточной Германии, ей это дорого стоило. «Моя карьера остановилась. Они хорошо постарались. Я не могла найти работу». Диссидентов в Советском Союзе тоже называли душевнобольными и отправляли на принудительное лечение, как происходит сегодня в Китае. У них также отбирали детей. «В Восточной Германии они тоже отбирали детей». «Они помещали их в детские дома и навсегда разлучали с родителями». «Когда тебя лишают права высказаться, когда у тебя нет возможности донести свою позицию, это в точности повторяет то, что происходит в Китае. Та же тактика, тот же сценарий». «Джейсон Поблеты утверждает, что если бы его дедушка, который очень любил Америку, был сегодня жив, он бы испугался, увидев, как относятся к сторонникам Трампа. Он бы сказал мне, «Эй, Джейсон, что ты думаешь делать по этому поводу?» «Потому что теперь-то совсем некуда бежать». «Так бы и сказал. Теперь бежать совсем некуда». «Дэйл Хёрд, Новости Сибиэн». «Далее в программе. Разговор с экспертом по Ближнему Востоку Кэролайн Глик о новой администрации США, об Израиле и о растущей угрозе Ирана». «Тревожные новости приходят из Ирана. О том, как администрация США собирается отвечать на эти угрозы, мы поговорили с экспертом по Ближнему Востоку, писателем и журналистом Кэролайн Глик. Кэролайн, спасибо за участие в программе «Место встречи Иерусалим». «Что вы думаете о людях, которые будут формировать международную политику в администрации Байдена и обо всей администрации в целом?» «Лица в команде, формирующей внешнюю политику, очень знакомые. Это те же люди из команды Обамы. Это старые знакомые на тех же самых должностях, но уже в администрации Байдена. И они подхватили эстафету, брошенную с уходом Обамы. Они делают всё, что могут для того, чтобы следа не осталось от четырёхлетнего труда администрации Трампа, не только в Соединённых Штатах, но и на Ближнем Востоке. И это очень показательно на примере смены политики по отношению к Ирану, его ядерной программе и его агрессивным действиям в регионе, в особенности в Йемене». Что вызывает основное беспокойство в их подходах к иранской ядерной программе? «Ядерная сделка с Ираном называлась «договором о нераспространении». Обама утверждал, что к концу действия договора, то есть где-то между 2025 и 2028, иранские военно-промышленные мощности для самостоятельного производства ядерного оружия будут ничтожны. Но ядерная сделка не остановила Иран в намерениях, они нарастили мощности для производства. И эта сделка легитимизировала их действия. Более того, снятие санкций в результате иранской ядерной сделки позволили ему проводить агрессивную политику в регионе. Можно говорить про поддержку глобального терроризма, а также об их участии в локальных конфликтах в Йемене, Ираке, Сирии, Ливане и секторе Газа. Политика администрации Обамы позволила Ирану агрессивно обходиться со странами-союзниками Америки в регионе – странами Персидского залива, Египтом и Израилем. Давая им в руки такие козыри, со всем оптимизмом и рвением эту команду возглавляет никто иной, как сам президент Байден. И именно он продвигает эту политику. В итоге мы способствуем становлению Ирана как ядерной державы и поощряем к напряженности в регионе. «Министр нацбезопасности Ирана намекнул, что им ничего не помешает продолжить разработку ядерного оружия. Как бы вы описали текущее положение дел в отношениях между Израилем, Ираном и США, исходя из этого?» Я полагаю, что Иран понимает, что Америка говорит «Хорошо, как вам угодно. Мы согласны». И хотя Байден может делать строгие заявления в интервью Нори О'Доннелл из CBS News, которое вышло на прошлых выходных, он может рассказывать о том, что США не будет отменять экономические санкции по отношению к Ирану до тех пор, пока Иран не свернет свою ядерную деятельность и не начнет соблюдать ограничения, с которыми они же и согласились, приняв условия ядерной сделки. Но в действительности дела обстоят по-другому. Уже есть информация, что администрация ищет обходные пути, чтобы, минуя экономические санкции, давать деньги Ирану. Одно из направлений, которые они сейчас разрабатывают, привлечь МВФ, Международный валютный фонд, для получения Ираном большого займа. Такое решение поддержит США, даже если Иран не будет соблюдать условия, подписанные им ядерной сделки, и будет делать дальнейшие шаги по пути развития своих военно-промышленных мощностей для самостоятельного ядерного производства. Мы говорим сейчас про заявление Байдена о ядерной программе Ирана. Иранские источники это подтверждают. И как на это смотрят в Израиле? Начальник генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кахави в прошлом месяце заявил, что он отдал соответствующие приказы вооружённым силам и операционному командованию приготовить план нанесения удара по иранским ядерным объектам. И, очевидно, они получат одобрение со стороны премьер-министра Нетаньяху. Это много обсуждалось, и большинство сходится к тому, что это необходимые меры для сдерживания Ирана. Другими словами, мол, лучше не делайте резких движений. Мы обязательно ответим. Это также попытка сказать администрации Байдена, что Израиль не будет принимать участие в его умиротворяющих попытках, которые служат развитию Ирана в ядерной сфере. Иран начал обогащать уран до 20% на двух объектах, используя современные центрифуги. На прошлой неделе они провели испытания вывода ракет на низкую околоземную орбиту. И это может быть использовано для межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить Великобританию. Они производят металлический уран. Все эти действия подводят к мысли об идущей работе по производству ядерной боеголовки. Интервью иранского министра на это намекает. Поэтому я думаю, что заявление Кахави, в свою очередь, было сделано с одной стороны для того, чтобы его услышали в Израиле и имели в виду, что с приходом Байдена вероятность войны возросла. С другой стороны, чтобы его услышали страны-союзники Израиля в Персидском заливе. Эмираты, Бахрейм, Саудовская Аравия. Кэролайн, спасибо за ваше экспертное мнение и анализ. Спасибо за участие в программе «Место встречи Иерусалим». Спасибо. Благослови вас Бог. Далее в программе «Ночь сияния» – так называется мероприятие, которое проводит фонд Тима Тибол для девочек с особыми потребностями. Спасибо, что смотрите «Место встречи Иерусалим». Мы стремимся предоставлять вам объективные репортажи из Святой Земли через еженедельные трансляции, подкасты и онлайн-медиа. Наше видение состоит в том, чтобы донести до миллионов людей по всему миру правдивую историю о том, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке. С библейской и пророческой точки зрения – это масштабное видение, которое стало возможным только благодаря щедрой поддержке таких людей, как вы. Звоните нам по телефону 1-800-707-000 или посетите наш сайт cbn.com.com. Ваши пожертвования помогут пролить свет истины об Израиле по всему миру. Несмотря на пандемию, фонд Тиматибоу вместе с другими местными организациями провел мероприятие «Ночь сияния» для девочек с особыми потребностями. Это мероприятие организовано в традициях обычного выпускного бала. Этим вечером каждая девочка чувствовала себя королевой. Сегодня впервые в Израиле проводится подобный выпускной бал. Это вечер сияния, и мы просто хотим, чтобы эти девушки с особыми потребностями почувствовали себя очень по-особенному и узнали, насколько сильно они любимы Богом и насколько они прекрасны. И это сработало. Несмотря на долгий карантин, в течение которого они были вынуждены оставаться дома, сегодня вы можете сами увидеть – девушки вышли в свет, прихорошились, потанцевали. Они действительно ощутили себя принцессами, и мы благодарны за это. На этом наша программа «Место встречи Иерусалим» подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нашими новостями через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Доступ к программам CBN также открыт через приложение CBN News и другие приложения CBN. Непременно подпишитесь на нашу e-mail-рассылку, и вы сможете получать самую актуальную информацию о наших программах. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media организацией Weekend. «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.